В Шалкаре открылась новая школа, строительство которой затянулось на 5 лет. Несмотря на то, что фундамент долгостроя был заложен вовремя, из-за халатности подрядчиков и неправильного расчета затрат, возведение храма знаний откладывалось. И вот спустя долгое время объект сдан в эксплуатацию. Теперь в учебном заведении будут получать знания дети школы-лицея номер 5, построенные 100 лет назад. В новой школе обучаться ребята начали вчера. Их восторгу новым кабинетам и столовой нет предела, так как в старом здании помещения для общепита не было. Не было также актового и спортивного залов. Теперь же учебные заведения соответствуют установленным стандартам, а 22 новых кабинета оснащены современным оборудованием. Школа на 320 мест, не успев открыться, уже переполнена. Сейчас в ней обучается тысяча учеников. Конечно, 320 мест проблему нашу не решила, соответственно, она переполнена. В этой связи принято решение обучать детей как в старой, так и в новой школе. В старой у нас 23 кабинета, с открытием новой школы кабинетов стало 45. Думаю, проблем с размещением учеников не будет. Теперь будем учиться в две смены, пять дней в неделю. Раньше дети занимались в три смены, уроки проходили и в субботу. Раньше в нашей школе не было спортзала, поэтому мы занимаемся в восьмой школе и физкультурно-оздоровительном комплексе. Теперь здесь можно проводить не только уроки, но и соревнования. Все условия созданы, использовал светлые и просторные. Начальная стоимость проекта 924 миллиона тенге. Позже в проект были внесены поправки, и цена выросла до 1 миллиарда 346 миллионов. Договор расторгли в 2022 году в связи с банкротством подрядной организации. Подрядчик не исполнил обязательства, поэтому договор был расторгнут. Судовом призвании добросовестным, поэтому срок сдачи объекта перенесли. Его строительство завершили. Сейчас в области насчитывается 5 аварийных и 4 трехсменных школы. С введением в эксплуатацию нового учебного заведения в Шалкаре пятая школа лицей из этого списка выбыла. Динара Абдуллеева, Армандус Магомбетов, телеканал Октюбер.